если нет то можете писать в чат сейчас пара организационных слов и в общем я стартому так что я вообще хочу вам показать там ну для начала мне надо представить меня зовут михаил чиликин и я надеюсь что с кем-то из вас мы встретимся вживую в момент обучения может вы меня получите чему-то как правило она и бывает итак семинар по новому курс который вообще в бим сообществе такой курс есть специалисты это новинка называется автодеск и я в двух словах что-то такое наверное покажу и попытаюсь минут за 40 45 смоделировать какую-нибудь модель сделать какую-то арматуру и вывести что-нибудь на листы там таблиц каких сделать так далее вот после вы сможете задать интересующие вас вопросы ну можем там поговорить пообсуждать и прочее первая самая общая такая штука прежде чем что-то начать чертить вообще в чем фишка бим проектирования вообще и рвит в частности пишет том что мы как бы не чертим чертежи от строим модель примерно так же как строят там строители настройки и в любом месте проводя потом разрез план фрагмент мы получаем нужные чертежи нужные спецификации тогда то есть принцип такой что мы строим модель и из нее получаем чертежи схемы там прочее прочее и так теперь я хочу что-то вам продемонстрировать значит смотрите в целом я буду на пустом месте сейчас строить модель вот я вам демонстрирую что вот не как бы модель пустая нифига нету вот таблицы какие-то у меня здесь есть заготовлены они пока что тоже пустые вот вы видите таблицы есть начинки нету но это чтобы вы не думали что я заранее там что такое сделал вот я буду что-то строить я буду использовать какие-то как бы заготовки автодеска заготовки рвита и в общем-то на курсе мы тоже будем там что-то изучать что-то брать готовые вообще пешками это в том что мы очень часто можем использовать какие-то заготовки максимально как бы кастомизировать что ли для себя рабочий проект итак поехали очень часто работа конструктора начинается с того что нужно получить какое-то задание и предположим что архитектор готов нам выдать задание формате dvg так вот у меня есть какая-то dvg подложка я пробую ее пробую ее вставить вот что такое получилось и первое что я должен наверное сделать я должен правильным образом подложку ну например как-то переопределить графически чтобы не путать ее с будущей моей моделью вот и я должен правильно выстроить основные объекты при виду по которым все крепится это оси и уровня для начала я наверное стаканевую подложку ставлю ее вот так вот на пересечении и пробуем значит пробую какие-то вот такие действия выделывать первое что должен сделать это так вот разобраться с осями значит я буду работать как-то параллельно комментировать свои какие-то действия вы можете копить вопросы а задать вопросы я попрошу вас в самом конце так моя я постараюсь так никак вниз не затягивать но тем не менее что-то такое я поставлю вот здесь вот несколько и режим порта и в этом смысле молодец что он запоминает номер оси и вот следующие вот после как ведь мне не нужно переименовывать после должны продолжаться насквозь объекта это правильно ну теперь я разберусь с буквенными осями уже существующие заготовленные кстати много оси я выравниваю можно было бы заготовить и все оси сразу же не вся там побольше и потом лишний например удалить вот например я буду работать таким образом вот я копирую все еще помню старую ось восьмую поэтому я должен вот это вот переименовать при дальнейшем копирование я надеюсь рвит сообразит что следующего с должна стать осью d и она действительно стала вот сюда вот я поставил так хорошо подложка в общем то есть перейду на разрез здесь я тоже должен наверное получить подложку поскольку пока не знаю вот я вижу основные тоже объекты наряду с осями и даже более основные так уровне я пока не знаю как они должны стоять поэтому я получаю от архитектора вот это вот этот вот разрез только на текущем видим жена открыть так ну вот здесь я тоже наверное переопределю графику для вот этой вот подложки с тем чтобы после ее не путать с объектами реальной модели так значит вот какая-то подложка есть любит не хочет ее перемещать но значит ее надо отсоединить поскольку рвит сейчас думать что у нас какая-то там система координат заданные прочее так его здесь подложку я тоже должен каким-то правильным образом выровнять здесь я наверное должен схватить скажем так подложку ну допустим сначала совместить вот здесь вот оси вот эти числовые вот ну и затем вот основной уровень у меня например уровень 1 и значит я вот эту всю штуку должен подвинуть вниз вот вот именно где-то по моему первый уровень сейчас посмотрим ставлю как-то она не ловится ну сейчас мы ее еще разок подвинем так вот я смотрю что совпадают уровни да они действительно совпадают смотрите автокад а вот эта подложка пришла именно оттуда с рвитом дружит прекрасно и например если мне не нужно здесь вот это вот все так много видеть то при желании я могу какие-то слои автокада отключить если они мне здесь не нужны вот как видите марки дверей только что были что не удалены а как бы скрыты так теперь я должен аналогично работы с осями поработать с уровнями как-то закон тачить уровне друг с другом так уровне как всегда не хватило и поэтому я вынужден какие-то уровни скопировать получить вот какую-то такую картину так но есть еще уровень кровли выход но он мне здесь не понадобится вот к сожалению уровне мне придется как хотя бы слегка руками переименовать поскольку сейчас уровень по моему неправильно называется вот он называется плюс 3000 должен называться плюс 4 500 заметьте я переименовываю уровень и в диспетчере проекта у меня автоматом переименовываются планы те планы которые меня на те или иные уровни есть не на все уровни нужны планы если у нас как в этом случае куча типовых этажей у нас будет там план уровня 12 а там 3 4 например уже не так я продолжаю работать 4 10 процент 5 13 500 такая немножко работаем как сказать не особо автоматическое ну я напишу по английский так готов и так есть оси есть уровне и теперь в общем то можно пробовать что-то такое строить так но вот здесь меня смущают вот эти вот как их марки и я наверно попробую тоже их отключить отключаю перемычки отключаю не перемычки марки перемычек вот допустим вот сейчас мне хорошо и я пробую что-то такое моделировать ну предположим я замоделирую вот здесь вот некое ядро жесткости вот это вот будущая шахта с лифтом и лестницей прочее я хочу наверное померить вот эту будущую стенку она 300 хорошо так я приступаю к моделированию конструкция стена я выбираю что буду строить ее от уровня 1 действительно на уровень 2 по высоте так какая стена у меня сейчас адрес к бетон 400 эта стена не подходит она толстенькая и я начинаю создавать свои в данном случае типа стены изменить тип скопировать пишу здесь я могу в общем то любой бракодавр написать я стараюсь называть инструменты так чтобы любой человек смог ими пользоваться и так 300 ok отлично вот стена подходит я вот этой стенкой сейчас вот здесь попробую пройтись создать аналог и я пробую работать ну вот смотрите вот я работаю и уже сейчас я как-то вижу что мне не особо удобно потому что ну как то я не пойму где подложка где нет подложки в рвете часто возникают задачи по переопределению графики там кладочный план или какие-то еще должны настроены быть толщиной линии там и прочее чтобы 10 раз все это не настраивать есть такая замечательная вещь как графический шаблон я включаю как бы засейвлен играть вот у меня есть шаблон спц означает специалист вон план черчения по подложке нажимаю окей и вот теперь я хотя бы могу видеть где у меня стена а где у меня подложка и в общем то мне так удобнее я как бы уменьшаю возможность ошибки заметьте я не строю стены полностью я буду сейчас продемонстрирую работать так вот я нарисовал стенку вот таким образом а теперь воспользуюсь аналогом автокадовского трима в общем то он и здесь называется трим я линейные объекты буду продолжать друг до друга и получать вот какую-то такую ситуацию так продолжаю вот это так ну вот одну я стенку перестарался начертил лишнюю так хорошо начало положено теперь мне нужны какие-то несущие колонны пилоны и прочее на вкладке конструкции у нас есть инструмент который конечно как и стена будет более подробно изучим на курсе участие так в двух в двух кликах если нужно выразиться попробую поработать так здесь я точно не попаду поэтому я сейчас поставлю как попало и потом уже что-то сделаю с колонны я ошибся я построил ее нечаянно глубину откуда я это понял она должна покраснеть потому что шаблон настроена именно так действительно строю глубину я не прав высота и до уровня 2 так вот красненькая колонна очень хорошо так вот здесь будет колонна более длинная так вот нужны колонны наверное вот в этих местах так я работаю пока что руками что ну допустим вот это лишнее и вот эти колонны я поставил на пересечении осей это как бы естественно неправильно я решил что вот архитектор не знает он нарисовал стенку а я конструктор я знаю колонны должны быть где-то вот в этом месте так теперь например вот эти вот все четыре колонны я выделяю проверяю до 4 несущие колонны копируем и например их всем я копирую вот так вот вниз вот куда-то сюда так ну здесь как-то тоже мне не очень нравится то что я вижу и возможно здесь нужно какое-то другое корректировочное решение сейчас попробую реализовать вот здесь вот я построю кусок несущей стены например у вас основные колонны и построим вот в этих вот местах готовы но вот здесь наверное я могу скопировать две колонны сразу же я думаю что вот так от оси до оси да мне нравится так ну и что еще нужно сделать нужно допустим допустим я решил что вот здесь мне тоже нужна колонна но пока скажем других других размеров так вот здесь вот я на всякий случай проверю что колонны стоит правильно а вот здесь еще надо поставить и я тоже сейчас это сделаю копируем представляю так теперь я пробую колонну поставить сюда я смотрю какие у меня есть в распоряжении колонны вот какие-то 400 600 700 и прочее никто не знает какие здесь размеры мне тоже никто не знает надо померить и посмотреть а какая колонна несущая нужно здесь 400 и 1200 я нажимаю изменить тип скопировать то есть создаю свой тип колонны колонны я пишу то что хочу написать хотя могу написать любой бракодавр 1200 на 400 вот я написал а1 а1 означает вариант армирования в дальнейшем это может нам пригодиться так новая колонна была создана я делаю не совсем неправильно делаем и даже прав не совсем рационально таким образом и уравниваю все было правильно я не прав не то что не прав не рационально я как-то вот эту нечаянно поменял ну вот эту колонну я тоже скопирую за уголок и поставлю вот она тут магнитится всегда туда куда нужно так мы последнее что наверное нужно сделать вот я решил что вот здесь нужно не колонна а пилон я решил что здесь я сработаю стеной так и толщина стены по моему здесь должна быть 400 вот жду что примагнитится не магнитится и значит придется мне воспользоваться опять вот выравнивалкой и сделать нечто нечто подобное так что то я такое построил мы теперь надо посмотреть а вообще она похож на правду или нет для этого я зайду на 3d вид кстати можно в общем-то и на нем работать и вот я чисто глазами проверяю да мне нравится то что я построил можно в общем то продолжать теперь я хочу сделать следующее я такой делаю шаг немножко вперед вот возможно вот эти колонны угловые и вот эти вот центральный пусть они одних и тех же габаритов но возможно угловые колонны будут иначе заармированы но поскольку нагрузка на них поменьше и поэтому я выбираю какие-то колонны ну не какие-то те которые я считаю что предполагает что не будет иметь другое армирование и есть такая же колонна а2 вроде ничего не поменялось на дальнейшем и позволит них учесть как бы учесть по-разному что так что дальше я хочу продемонстрировать не только колонны но еще и инструмент балка который видите называется каркас несущий вот какая-то балка 400 на 400 и вот здесь предположим я создам балочный с таким образом на всякий случай хочу пояснить я прошу меня извинить за возможные какие-то как сказать неправильные решения с точки зрения именно конструктора здесь возможно кому-то из вас видней так но тем не менее продемонстрировать я что-то могу вот я как видите ошибся скопил поместил их не туда куда надо и попробую сейчас и скопировать эти балки наверх на лишний уголек так ну получилось вот так меня это пока что устраивает теперь я хочу прежде чем сделать перекрытие и растиражировать модель наверх поместить вот здесь вот мне нужен дверной проем вот здесь вот нужен какой-то проем и так далее для проемов есть много разных команд но я воспользуюсь семейством которое называется дверь в проем их тут у меня много тут какие то уже есть вот тысячи по моему как раз сюда и подходит я ставлю его немножечко рядышком и пробую выровнять его чудо данном случае он совпал если бы мне совпал я мог бы создать свое семейство двери у которой не не двери а дверного проема или какие-то другие применить решение здесь 1300 архитектура дверь ну и в общем то здесь 1300 тоже есть если честно это я живу и создал поставлю вот так посмотрите рвет умница он не выдает предупреждение о том что вставленный проем как бы мешает что лишает стенки так ну получается у меня вот нечто в этом роде так в общем то посмотрю еще разок на всякий случай на 3d увижу картину и в общем я понимаю что в общем то можно пробовать строить перекрытие чем я сейчас наверное и займусь может быть сюда надо было бы что-то еще ну бог с ним почему бы не сделать вот так итак я создаю перекрытие она имеет толщину 300 нет хорошо уже уже сейчас я могу его чертить но прежде чем где-то делать я наверное сделаю следующее я возьму и на 300 вниз опущу вот эти вот балки у балок есть разрешив параметр смещения начала и конца что и пытаюсь воплотить что-то такое у меня получилось хорошо так я на всякий случай за сейвлю модель и попробую построить перекрытие впрочем чего тут пробовать я просто его построю так адска бетон 300 это нормально и я не буду даже его чертить а я буду об щелкивать в рвите есть такой замечательный режим как нам когда можно не чертить и очень часто именно это происходит а просто выбрать линии которые уже есть до нас пусть я выбираю вот какие-то контуры ну вот здесь вот будут будет такой большой проем что ли даже не проем а просто перекрытие будет вот таким заметьте я не пытаюсь вообще прям все мне достаточно получить как бы кусочек от той или иной линии поскольку после этого я все равно воспользуюсь вот этой командой соединялкой и вот так вот об щелкаю что ли все линии на практике в общем-то так оно бывает очень часто слушатели бывают ну не только у слушателей у меня были в начале трудности вот этот замкнутый контур который требует любит иногда бывает как-то трудно с непривычки увидеть все места где вот это соединяется делаю наживное попробую нажать там вот я вижу что он замкнутый вот эти вот штуки от нас направление будущего основного слоя армирования я могу его задать вот так так перекрытие нет оно не должно быть на уровне 1 оно должно быть на уровне 2 так перекрытие несущие с аналитической моделью нажимаю ok здесь нажимаю нет казалось бы ничего не произошло что это значит я смотрю на 3d и вижу вот такую картину так в общем похоже на правду единственное что я хочу чтобы здесь бетон слился с бетоном и для этого есть вы видите некоторые команды которые сейчас продемонстрируют команда такая одна из универсальных таких соединенных я говорю соединить перекрытие просто совсем с чем можно вот этого действия уже как вы видите оказалось достаточно для появления такой картины я могу работать кстати и в 3d сейчас я и в 3d поработаю у меня 3d есть возможность получать вот такое типа живое сечение вот как еще у нас action box официально называется это дело границ 3d вид я вижу какой-то такой появляющийся монолит и это хорошо так теперь стоит обратить внимание на следующее вот я поработал поработал я создал модель ну-ка перейду-ка я на разрез вот я создал какую-то модель от уровня до уровня и сам того не зная и не ожидая я создал аналитическую модель при необходимости при необходимости эту модель можно слегка подкорректировать сейчас я не хочу на это много внимания тратить тем не менее сейчас я просто пару действий попробую совершить вот это вот вроде бы правильно единственное надо посмотреть это возможно привело значит надо не колонны к перекрытию а наоборот тем не менее я сейчас не хочу на это много времени терять хотя на курсе мы конечно об аналитической модели говорим более подробно и так я посмотрел возможно там скорректировал что-то или нет и я продолжаю работать а уже 20 минут прошло значит мне примерно 20 осталось на все остальное вы хорошо итак посмотрите пожалуйста основные фишки у меня как бы смоделированы уже я сейчас покажу как их можно быстренько копировать наверх так перекрытие у меня живет на уровне 2 сейчас попробуем я нажимаю control c игры правильно то есть то что все элементы должны быть к соответствующим уровнем привязаны чтобы их правильно можно было потом учитывать вот я что-то скопировал казалось бы правильно но на самом деле не совсем потому что уровни то у меня разные высоты и я должен вот какие-то такие операции проводить и как-то как-то скорректировать мою модель я выбираю все подряд выбираю например стены и говорю что стены идут от уровня 2 до уровня 3 без какого-либо дополнительного смещения в несколько кликов я могу получить нужную мне модель так значит каркас несущий вы видите нету слова балка снесущий правильно и осталось несущие колонны так они идут почему-то до уровня 4 это неправильно они идут до уровня 3 с дополнительным смещением на хорошо вот такая фигня получается смотрите дальше мне идут типовые этажи и поэтому я имею право чтобы 10 раз потом все не менять если она будет меняться вот из этой штуки создать группу с группой работать иногда бывает немного трудней теперь это все единая группа но за группу надо держаться руками и ногами положим я вот что-то на козе так мы похожи на правду и осталось мне еще разок похожую операцию сделать и скопировать все еще и вниз чтобы получить вот этот вот подвал и два с половиной клика показать показать фундамент я делаю в общем то то же самое даже не так я выбираю сначала просто перекрытие копирую его на уровень 1 при необходимости я конечно могу опять включить соединял выбираю все подряд наверно балки не буду копировать вставляю на уровень так ну и боюсь что здесь придется опять вот корректировку провести у меня здесь насколько я понимаю стены и несущие колонны раз несущие колонны вы не буду нажал вот что-то получилось ну на всякий случай все-таки соединялкой пройдут посмотрите возможно мне нужен какой-то здесь фундамент или что-то в этом роде приямок и так далее я хочу перейти на план подвалом и вижу что плана подвал у меня пока что нет и это повод создать вы видите вот сейчас вы видите достаточно такой простой диспетчер проекта эта штука за диспетчер проекта на практике здесь будет много-много планов разрезов того сего они будут называться как-то более правильно там к же там колонна такая-то или другая и прочее ну пока я попробую создать точнее попробую просто создам план несущих конструкций на подвал я создал вид все виды которые я создаю они вот здесь появляются у меня есть такой вот видок ну что мне это позволяет сделать ну во первых я могу здесь создать тоже перекрытие на уровне уже подвал вот такое готово и во вторых что я наверно хочу сделать я хочу какие-то фундаменты чтобы это сделать я попробую немножко поработать на 3d виде я все лишнее отсекаю вот этой вот замечательной границей я даже верхнее перекрытие я работаю всегда так как мне удобно так ну и у нас есть вот такого семейства фундамента приемка того или другого надо сказать нам следующее что я использую какие готовые вещи мы конечно будем на курсе их использовать это 1 2 мы конечно посмотрим откуда они берутся как их создавать самим на сказать что вот эти вот например вот этот вот как он стаканный фундамент например то есть не надо думать что это сделали какие-то небожители это сделали такие же пользователи как и мы и какие-то подобные вещи мы будем исполнять так кроме того есть фундамент вот такой вот для стен которые я поставлю вот эти места так и я хочу сделать приямок для этого я наверное поступаю следующим образом я опять же отсекаю лишнего здесь не совсем правильно так приямок находится на вкладке компонент приямок это тоже загружаемое семейство я его заметьте размещаю как попало на 3d виде в общем то с одной стороны проще все видеть с другой стороны если мы хотим работать точно а мы конечно же так работать хотим то стоит работать на видах ортогонально я наверно все-таки дополнительное построение проведу смотрите вот я до сих пор работал как бы 3d настоящими элементами то есть стены как там эти перекрытие прочее помимо уровень есть два класса объект это реальные объекты то есть те которые как бы есть в природе и вот какие-то объекты аннотации в данном случае от линии построения которые я как бы использую для каких-то аннотационных целей скажем так так не совсем правильно пока что могут как то вот так я работаю так посмотрю на 3d наверно так а вот он начался приемов пока он какой-то совсем некрасивый но возможно у него есть какие-то параметры которыми я могу поработать так ширина ниже ну пусть будет 1000 сейчас попробуем глубину настроить допустим 800 отлично и вот есть параметры опять же я скажу что это не какой-то непонятный небожитель создал вот это вот семейство такой же человек как и мы с вами что не надо пугаться надо сказать как обычно я еще работаю комментирую свои действия что очень много как бы в рвите ну как рвить достаточно программа гибкая и есть конечно же много готовых каких-то решений но когда ситуация возникает как бы там шаг влево шаг вправо то есть какие то что же такое пытаюсь найти перекрытие так вот когда возникают какие-то ситуации то есть рвит обладает помимо такой достаточно хорошей традиции в частности архитектурной конструкции но рвит программ кроме того достаточно гибко и можно всегда какое-то свое решение сделать и воплотить в жизнь так очень красиво посмотрю еще разок наверное приемок так ну допустим меня это устраивает а если не устраивает то в любой момент по час хоть потом можно здесь что-то поменять и так далее так но на всякий случай посмотрю я еще на аналитику увижу какую-то вот такую картину нифига не понятно с аналитикой как правило какие-то вот такие действия выполнять ну как бы искать какую-то стройную картину здесь достаточно стройную в общем-то тем не менее если что-то мне не годится то я могу всегда подкорректировать аналитика вообще для чего она нужна аналитическая вот эта вот модель может быть и должна быть выгружена в программу расчетчик мы в программу расчетчик залезать не будем вот вот наш предел это как бы вот эта аналитическая модель и какие-то действия мы еще с ней можем значит выполнить мы можем например жестко либо шарнирно закрепить элементы которые мы считаем закрепленными в земле что относительно которых как бы будет проводиться расчет и мы можем хоть в расчетчике хоть и самом рывете создать два клика нагрузки и классификации нагрузок например создать там ветровую снеговую нагрузку там и прочее что я сейчас тоже попробую в двух словах показать так сделать вот и на вкладке анализ есть такая штука как нагрузки вот он собственный вес минус ну для бетона вот этой толщины минус 5,4 километона должна быть так немножко не то вот так минус 5,4 и классификация собственный вес я решил что я вот в для наших широт это нас опять же включить графический шаблон который уже у меня подготовлен некоторые называются схема расположения так но почти ничего не поменял ну вот например вот если бы вот я включил шаблон такой для черчения пдвг подложки а теперь я могу шаблон поменять и включить допустим схема расположения вот как вы видите все вот все вид готов для размещения и как бы ничего даже и делать не надо ну у меня есть какие-то листы они пока пустые и допустим я что-то такое начну здесь располагать так вот расположен лист ну теперь мне надо как-то обозначить колонны в общем выполнить маркировку скажем так прежде чем выполнять маркировку я наконец-то займусь спецификацией и спецификации могут быть вынесены на листы могут служить как бы ну как настроечный что ли еще и так далее и у меня здесь есть спецификация несущих колон вот они как-то здесь уже обозначены если бы было больше я бы больших назначил я должен что называется пробить вот эту позицию я обозначаю здесь колонны так как считаю нужно и именно вот то что я здесь пишу и будет вынесена на листы это отдельный огромный раздел увидим конечно этим будем заниматься вот в данный данный момент вот параметр маркировка типа размера именно этот параметр я и постараюсь вынести на лист как я это сделаю для этого есть специальная группа команд в аннотациях я маркирую все несущие колонны вот это вот специальной маркой которая именно этот размер и показывает и размер именно этот параметр маркирую сразу с выноской вот в один клик я попаркировал все колонны некрасиво поэтому я сделаю следующее я выберу все марки сразу и как-то вот так их подвину и я надеюсь что они сейчас склеятся да вот они склеились ну и вот здесь я наверно должен как-то руками немножко подработать неаккуратно ну допустим вот так я хочу обратить внимание что вы видите все и не то произведем программу все связано со всем хотя к чему вот если я сейчас работал вот одна здесь марка лишнее ну да ладно вот если я сейчас зайду например в спецификацию кстати ну канал никому открытым вот предположим назову я ее не 21 121b мало ли что вот это действие приводит к тому что они меня и здесь называют то есть видите все дублирует все простой призывайте где-то изменения как они произойдут везде именно в этом и рвитовская фишка как бы есть так но посмотрю на лист так ну вот что то такое у меня уже есть и есть еще какое-то я хочу позаниматься арматурой и так вот у меня есть колонны кстати не поленюсь возьму-ка я помаркирую здесь тоже все колонны с выноской не так так и много а вот здесь кстати я могу и балки помаркировать все балки слова такого нет и слов не в случае каркас в рынке так я могу выбирать те или иные вот есть размеры сечения допустим пусть будет и выноска пусть будет раз вот помаркировались у меня балки но это я так я могу либо элемент маркировать и те его параметры выдавать какие я собственно и хочу быть так но теперь надо в двух словах показать арматуру я сейчас попробую это сделать предположим вот эту вот колонночку я хочу заармировать эта колонна называется вот она к 1 2 видите здесь дублировать я создам для нее парочку специальных видов разрез возьму вот такой и поработать ну как не очень красиво ничего нажимаю перейти к виду я хочу заармировать предположим вот эту вот колонну так я создал только что узел он называется узел 0 чтобы не путаться я лучше его назову как-нибудь сразу так сейчас где тут у меня имя так имя чуть я не могу найти но значит переименую прямо здесь я назову к 1.1 например а поскольку видов на колонна может быть несколько здесь же я создам еще один разрез который пройдет вот таким образом ну конечно не вверх а вниз и наверное я попробую сразу же вот так вот распилить вот эти штуки я тоже мне штуки вот эти виды скажем я тоже собираюсь как бы расположить на листе так вот этот вот будет называться если если вот этот вот он к 1 1 а вот этот будет называться к 1 1 b правая клавиша перехожу к виду и я хочу заняться наконец-то армирование мне нет нужды армировать все колонны в данном случае колонны я могу заармировать одну и потом как-то растиражировать как бы это это решение на все так так армировать невозможно и для армирования есть тоже соответствующий графический шаблон масштаб меня поменялся и поэтому я вижу теперь вот так итак выбираю колонну включая команду для армирования выбираю форму арматурного стержня так ну теперь наверное надо сделать вот так и вот здесь вот я выбираю мы предположим до 16 диаметр и вот я в углах размещаю арматурный стержень про арматуру будет отдельный большой урок важнейший вопрос следующий шаг еще один арматурный стержень этот раз хомут ну конечно не 16 а какой-нибудь допустим 10 вот это вот похоже на так нет не так так получилось теперь я наверное перехожу расположу разрез так чтобы не было удобно правая перейти к виду так вот здесь я тоже должен включить наверное хороший шаблон вида чтобы было хорошо так да мне нравится единственное что ну не единственный что разумеется стержень должен быть здесь едином экземпляре он должен проходить по всей колонии для этого есть здесь разные опции я включаю расстояние по 200 например так в общем то работаю как хочу могу попробовать щелкать пробелом будет меняться ориентация стержня но в общем от чего я ушел к тому же я в общем-то вернуться так что еще насчет арматуры надо сказать ну во первых наверное надо сделать выпуск на плиту перекрытия предположим почему бы нет сейчас я попробую это сделать так времени с минут пять остается ну я попытаюсь успеть я выбираю г-образный стержень попробую вот наверно так я сделаю так вот этот стержень г-образный он должен быть не десяткой конечно а наверное ну пусть 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 должен будет 16 и он должен быть наверное вот здесь и вот здесь вот где-то тоже с арматурой я вправе обращаться также как и со всеми остальные элементы вот здесь вот я попробую вот так вот подвинуть и арматур магнитик защитным слоям который можно настраивать с арматурой можно вот так нас работать допустим я хочу вот этот вот хвост иметь на 550 или как-то еще и вот туда далеко вниз арматуре незачем уходить вниз пусть она уходит на полтора метра и вот так ну вот он вот он ушел на полтора и вот этот ну пусть тоже уходит на полтора вниз так вот это не совсем красиво сдвигаюсь сдвигаю перейду к виду так вот они вот эти вот г-образные штуки и я для них тоже наверное включу максимальное расстояние так и отключу крайне но при необходимости можно их поставить тут более точно я уж пока не буду так набор максимальное расстояние это же отключаем из края так в общем то нормально парочка еще действий осталось я хочу выбрать все арматурные стержни в основе у меня есть заготовки для 3d видов которые тоже для арматуры достаточно красиво могут выглядеть и я попробую сейчас их получить арматуры может показано быть по разному я хочу чтобы арматура разовалась красиво вот она показывается красиво более того вот моды такой козырный уже штука здесь графика настроен таким образом что в зависимости от форм арматурного стержня она разным цветом разным цветом показано так теперь можно попробовать вы на повыносить на лист вот эту колонну к 11 и я это попробую сделать у меня заготовлен этот лист к 11 я на него буду вытаскивать те виды какие хочу вот я их слава богу назвал так как они должны называться и это мне поможет вынести то что должно быть красивым боксник к 11 вот этот вот 3d вид я тоже вытащу вот сюда как не туда нажал значит что я хочу наверное сделаю я вот здесь вот у меня как бы все одно и то же идет я могу вот так вот разорвать разрез и вот что-то такое с ним проделать ну например вот сейчас я сделал ошибку боюсь вернуться мне кажется что я вместо же передвинуть как бы видовой экран я как передвину вообще вытащил надо помаркировать чтобы понятно где какая спецификации самом начале я показал что они пустые а теперь если я все делаю правильно спецификации должны у меня быть чем-то заполнены так они пока не заполнены наверное я забыл одну штуку проделать колонну назвать к 1.1 если я назову колонну точнее даже не то что колонна основу для арматуры то вся арматура какая в ней она как бы знает что она теперь относится именно туда так отлично вот начала заполняться спецификация на заранее настроена на по госту туда вытащу она тоже настроена заранее но она была пустая кроме того у меня есть ведомость попробую нащупать и стержень при желании можно и здесь тоже выполнить маркировку и на 3d виде можно так но как бы как бы я стал равном к 11 я могу два это вынести какие-то изменения например изменить вот это вот шакр матуры или еще что-то и у меня вот здесь появились бы там те же самые спецификации которые уже заготовлены но который показывает теперь не к и 1 как и 2 но и напоследок единственное что я хочу показать мне нравится вот эта вот вещь я не успел показать вторую колонну но на практике надо бы конечно еще заармировать хотя бы одну балку хотя бы одно перекрытие там и прочее я хочу показать работу спецификаций вот есть такая спецификация сводная арматура год вы часы эти она как бы показывает 0 вот это вот самая сводная арматура но опять же что есть это мы вправе такую сделать или другую или там программа гибкая но традиция здесь существует вот есть у меня настроечные спецификации которые на лист выводиться как бы не должны я сейчас так просто сюда затаскиваю просто чтобы понять и итак спецификация основа арматуры несущие колонны вот она к 11 которую мы сейчас делаем это мне из модели пришла информация я захожу вот сюда и когда я заполню вот здесь вот 48 у меня вот это зашел и написал руками 48 вот теперь у меня вот здесь вот учитывается вся арматура на колонну к 11 и точно так же если я за армировал успел бы за армировать там к 2 там b2 перекрытие стены прочее здесь появилась бы сводная арматура на все итак друзья 40 даже 45 минут прошли вот здесь я хочу наверное остановиться в двух словах я наверное скажу то есть разумеется здесь не весь материал был представлен который вообще будет хочу в двух словах сказать чего мы чего здесь я не коснулся но что обязательно было про армирование поговорили про нагрузки чуть-чуть было значит немного отдельный подход с металлическими изделиями там в общем то тоже колонны балки но уже не бетонные а значит из сортаментов вот этих танцев форматов ну короче к м конструкции металлические вот для них есть отдельный раздел вот создание вот этих вот всяких узлов крепления тут есть о чем поговорить вот ну я так упоминал словами вот я напомню что вот эти вот загружаемые семейства мы посмотрим как их создавать и колонны это в общем то тоже редактируемые семейства и мы могли создать колонну вот которая даже взять готова вот там где на нее балка опирается понятно что у колонны должна быть здесь какой-то как это называется сапожок вот эту сторону возможно там должны быть помимо арматуры там закладные детали там уголки и прочее про это все будет разговор кроме того о чем не было сейчас разговора это раздел скажем так частичный разговор совместная работа вот сейчас я сымитировал ситуацию как бы когда архитектор получает точнее конструктор получил от архитектора задание в виде dvg ну кроме того есть еще распространенная и желательная ситуация когда архитектор тоже работает в ревете и тогда мы его ревитов скую модель подгрузим к нам и там некоторые другие действия которые и нам конструкторам сэкономит работу там свои в общем-то всякие фишки есть так ну про спецификации я так просто показал что они есть ну конечно мы получимся их создавать ну что еще сказать даже и не знаю вот друзья я прошу вас наверное задавать вот я вижу пошли вопросы я прошу вас задавать вопросы пока почитаю вопросы из чата кстати друзья я обращаюсь к генаристам а вы можете вслух разговаривать сейчас того хор 8 вот геннадий лакоша спрашивает сколько стоит такая программа в расчетах материалов указываются гостовские нормы расхода геннадий смотрите насчет гостовских норм вот смотрите если мы работаем как в лоб то вот сколько вот это вот колонна как бы какой ее реальный объем такой объем приходит к нам и сюда при необходимости здесь можно настраивать вот эти все параметры так как это нужно и там и учитывать там коэффициенты там допустим арматура когда считается по массе то вот там просто когда спецификация вот этого была подготовлена то вот эта масса сейчас я может быть попробует показать ну короче здесь есть здоровенная формула в которой прописаны реальные действительно размеры из госта сейчас я может быть найду ну вот я я сейчас буду перематываться так нет здесь не видно в общем где-то здесь есть параметр который прямо из гостовской таблицы то ли масса общей но в общем где-то здесь есть короче общий ответ как настроим спецификацию так она и будет показывать бетона учитывается уже объем арматуры заложен конструкции правильно минусу это или нет минус а я понял вопрос минусуется ли объем арматуры из бетона прочего тема тела железобетона да хороший вопрос смотрите напрямую он не минусуется но можно настроить спецификацию таким образом и в каких действий сделать такие чтобы он минусовался понятно вот здесь я думаю что сейчас так но и еще ну как бы друзья вы можете писать или озвучивать вопросы о я рад поговорить геннадий я только на всякий случай вот для тех кто только вот первый раз сейчас видит вообще любит я хочу наверное сказать следующее значит сейчас здесь есть слайд который говорит вот о месте курсов вот смотрите если вы просто вот ну собираетесь возможно англия англия вот слушатель андрей за зад как бы обозначил свою позицию так что вот он как бы только начинает ну только заинтересовался ревитом и смотрите что я хочу сказать значит ну и в специалисте и вообще в бим как бы сообщества везде есть стандартный курс архитектура структура которая сейчас показал и ревит м и пи если вот когда стоит идти на курс о вот ревит страхи о котором сейчас шла речь когда вы точно знаете что вам нужно заниматься аналитической моделью при ямками арматурой а например помещениями там покраской там потолков и прочее там ну когда вы точно знаете что вам нужны нужны задачи именно структурного отдела если ну может мне нет должен сказать смотрите если вы не знаете точно с чего начать если вам интересно все то тогда ваш курс это вот ревит архитект чего такой общий скорее для всех еще раз повторюсь на ревит страх часто идти если вы конструктор если вы точно знаете что хотите арматуру а не хотите там витражин так но выслушивать вопросы еще если они есть геннадий ваш вопрос хороший это стоит задуматься насколько эта программа уже подвинутая вот структура конструирования моделирования и так далее вот проекты института или там лаборатория смотри они не все вот эти программы они как бы внедри внедрены то есть это не базовая базовый курс который там как microsoft офис там раз поставил и начинается работать правильно это специализированная программа которую нужно приобрести кроме того что ты должен уметь не работать насколько она внедрена уже в нашу жизнь я понял я попробую ответить смотрите сейчас но такой есть как андрей действительно я согласен есть тренд на переход на бим переход на ревит в частности геннадий ну я попробую так широко ответить надеюсь что геннадий отвечу на ваш вопрос тоже насколько программа уже вот это насколько она уже работает смотрите конструкторский отдел пользуется вот этим условно скажем курсом ревистракт уже достаточно давно и как бы то что я показываю не только там это придумал там я или еще что то есть бим традиции уже как бы есть есть шаблоны наработки и прочее то есть уже в общем то давно это как бы не сырое вот это вот всё вот вы видите вот это вот уже созданы до меня это даже и не я делал и так далее то есть в общем то никаких проблем особых здесь я не вижу и и когда в конструктором разных фирмах уже давно работают в любите никаких проблем особенно в здесь в общем то нет ни др 현재 никакой ни какой-то сверх на ваге знает не какая-то Это супер новинка, но не работает. На всякий случай, вот Геннадий говорит, сколько стоит такая программа. Ну, смотрите, значит, для частных лиц эта программа Relit, она имеет вообще... Ну, она Autodesk дает бесплатно поработать только три месяца, только полгода, я уж не помню, для частных лиц. И можно совершенно легально работать даже, знаете, как... Вот у Relit есть разные версии, сейчас последняя версия 19-я, но если, например, работать в 16-й, то там почти все то же самое. Например, есть такая практика, что человек может сначала себе установить бесплатную версию 16-й, поработать там три месяца, потом 17-й, потом т-т-т-т-т, и достаточно будет так работать. Для фирм такой фокус тоже проходит, но там срок этот значительно меньший. То есть там бесплатно, по-моему, один месяц можно работать в той или иной версии программы. Сколько стоит программа? Это очень гибкий вопрос, я даже близко сказать не могу, поскольку есть, как правило, фирма покупает корпоративную лицензию к себе, и там очень это зависит от того, сколько, значит, лицензий и так далее. Как правило, делается следующим образом. Продвинутые люди делают так, покупается корпоративная лицензия, например, на 5 Revita, ну, например, или на 10. После этого Revita устанавливается, например, всем сотрудникам на 20 человек, но одновременно работать могут только 10. примерно. Понятно. Вот. Спасибо. Да, спасибо вам, Геннадий, если я ответил. Не знаю, чем вас развлечь. Ну, точнее, много, чем могу, но... Ну, я не знаю, для прикола я могу, наверное, создать перспективный вид и погулять по модели. В общем-то, нельзя сказать, что это прям нужно. Ну, ладно, я так развлукаю. Вот. Так, ну, друзья, я, наверное, еще часов до 7, то есть еще минут 5 здесь поторчу. Вот. Если кто-то придумает какие-то вопросы, то можно их озвучивать. До свидания, Геннадий. Так, а... Тренды моделирования, а какая-то вообще? Сколько? По самим строителям прикольно. Да, сейчас отвечу. Так, Андрей задал вопрос, насколько актуально 3D-моделирование в автокаде. Андрей, я боюсь показаться радикальным, но боюсь, что вообще не актуально, поскольку... Ну, как бы, как вам сказать? Ну, в автокаде мы как бы создаем 3D-геометрию, но ее значительно труднее вот ей работать. То есть здесь мы берем колонну, раздвигаем, передвигаем, там создаем армию, но самое главное считаем. Ну, не самое главное, помимо всего прочего. В автокаде при желании можно создать геометрическую вот такую модель, но как ее использовать для, ну, как сказать, для выдачи документации, я затрудняюсь ответить. И, как бы, если честно, все равно придется по ней делать ребитовскую модель, потому что тут надо понимать, что вот эти вот элементы ребита, вот в автокаде мы получим только геометрию вот этого элемента. Ну, почти так, может, я немножко там ошибаюсь, но тем не менее. А в ребите у нас здесь есть принадлежность к определенному типу, то есть ребит знает, что вот это изделие называется K1.1. Ребит знает, что если сейчас изменить, то оно изменится везде. У ребиты есть уже заготовленный вот этот инструмент, это очень сильная часть ребита. У нас эта колонна там вот сейчас просто такая простая, там, квадратная. Это может быть колонна сколь угодно, сложная там какая угодно, с вложенными туда там деталями и прочее, и так далее. Какие мне встречались задачи вот по 3D-модели из автокада? Ну, в конструкции не встречалось вообще, честно говоря. Бывает, знаете, когда вот когда речь идет об инженерии, то бывает, что производитель инженерного оборудования, у них какой-нибудь есть насос, и он у них есть в 3D-двг-шке. Вот тогда есть такая штука, что можно вот этот вот именно, как бы не проект, а семейство. Врвите называется семейство. Ну, в автокаде там блок, в архикаде какой-нибудь библиотечный элемент и так далее. Но тогда есть такая штука, что мы создаем в рвите пустое семейство, загружаем, подгружаем туда, импортируем, и, короче, вот эту 3D-автокадовскую геометрию, и ее там немножко адаптируем, чтобы к насосу подключались, в реписке трубы и так далее. Вот, правда, вот только вот здесь актуальна задача 3D. Вот больше мне на ум не приходится. Ну, что еще тут сказать? Не знаю, я уже, в общем-то, все сказал. Можно работать в 3D, напомню, можно работать как хотим. Я работал и на планах, и так. Все дублируется. Вот как я раньше вам сказал, что, допустим, там что-то изменится в каком-то типовом этаже, ну, я могу продемонстрировать. Например, я начинаю редактировать группу, и прямо в этой группе, например, вот, пришло к нам изменение, что, допустим, колонна здесь должна быть другая, изменить, скопировать. Ну, я уж наугад работаю. Я принимаю эти изменения, и они сейчас произойдут везде. Везде, где были группы, эти изменения произошли. Где групп не было, придется руками поменять. Вот, это я к тому, что вот какие-то изменения здесь достаточно быстро и относительно безболезненно проходят. И вообще, само слово REVIT – это сокращение от, по-английски, только что REVICE INTENSE, или, в общем, меняться быстро. Вот, друзья, у меня, в общем-то, наверное, все. Вот, если вопросов нет, то я с вами хочу попрощаться. И с кем-то из вас я, возможно, увижусь на курсах. Андрей, с вами тоже попрощаюсь. Хотите, можете там поиграться здесь, как хотите. Ну, в среди все вообще, да, в таком, я и не видел, в 3D модели, в среди все вообще не видел, что это используется. Честно, я там. Вот, поднять модель под ВГ-подложки очень частая задача, вырешают очень часто все. Даже бывает, знаете, даже когда, ну, я уж так, в сторону начинаю делать, когда модель, даже прокатит, господи, так они уже здесь, да, проект, уже там все, это само сделано. Бывает, что строят модель, чисто для проверки материала, из-за того, что там есть другие шаги. Ну да, для всех, да, всякое желание. Спасибо большое. До свидания. Мы вам увидимся с вами. Надеюсь. И, до новых встреч. До свидания. Субтитры пред, да. так я уж не знаю если кто-то еще смотрит или нет я тут пока что развлекаюсь и делаю делаю так скажем еще один вариант еще один вариант армирования зачем для для собственного удовольствия я делаю так на глазок что-то такое а 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...